Привет! Вы смотрите как так. На нашей планете постоянно что-то происходит. То вирус какой-нибудь разгуляется, то землетрясение, а еще потепление и так далее. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что происходило раньше и как оно повлияло на нас сейчас? Даже не с точки зрения каких-то значимых исторических событий, а с точки зрения формирования Земли и жизни на ней. А еще, знали ли вы, что появление кислорода это самая настоящая революция? Да-да, этот выпуск посвящен экологическим кризисам и катастрофам, которые сформировали наш с вами мир. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Если мы заговорили про кризисы и катастрофы, то важно понимать, чем они отличаются друг от друга. И если с экологической катастрофой все понятно, это, например, разлив нефти или же события на Чернобыльской АЭС, то у вас с кризисами не все так ясно. Если говорить о кризисах и катастрофах в целом, то основное отличие все-таки в том, что при катастрофах изменения, которые в системе наблюдаются, они носят необратимый характер, как правило, да, и система, получается, заново перезапускается. Кризис, конечно, более такое мягкое явление, оно выражается, например, в, если говорить о экологических системах, в уменьшении видового разнообразия или в каких-то достаточно резких перестройках в самой экосистеме, но они не носят необратимого характера, и эта экосистема потом каким-то образом восстанавливается. История Земли – штука интересная. Там и геологические аспекты, и космические. А одно только зарождение жизни чего стоит. Но обо всем по порядку. Все развитие нашей планеты, оно связано и с кризисами, и с катастрофами. Планета, как можно сравнить с живым организмом, постоянно растет, развивается, происходят разные процессы, разные изменения, которые вызваны и факторами космическими, которые с космоса приходят, и внутренними факторами, которые внутри Земли, внутренней энергии Земли. И все эти факторы, которые на планету воздействуют, они создают, в общем-то, нестабильные условия. Если мы будем брать длительные геологические промежутки времени, то на Земле постоянно условия изменяются. Это, конечно, вызывает перестройку всех систем на Земле. И с появлением жизни на Земле это тоже стало своего рода фактором воздействия, потому что само развитие жизни тоже изменяло очень сильно облик планеты. И кризисы, и катастрофы экологические на планете происходили в течение всего времени ее развития. Собственно, появление жизни на Земле это своего рода экологический кризис. Иногда мне кажется, что сейчас происходит довольно много событий, за всем даже следить ты не успеваешь. Но что, если мы уже пропустили все самое интересное? Самые крупные события происходили на заре формирования Земли, потому что та Земля, которая была, скажем, 4 миллиарда лет назад, а возраст Земли оценивает примерно 4,5 миллиарда лет, условия были совершенно не похожи на современные. То есть это были высокие температуры, не было ни почвы, кислорода в атмосфере тоже не было. Атмосфера стояла там из углекислого газа, азота, метана, аммиака, сероводорода, таких газов, которые сейчас в атмосфере у нас. Появлением жизни, жизнь появилась совершенно вот в таких условиях, не похожих на современные. И то, что мы сейчас видим, кислородную атмосферу, моря, поверхностные воды, в том составе, в котором они есть, это все результат деятельности живых организмов за почти 4 миллиарда лет ее эволюции. Первые периоды развития жизни на Земле, они очень продолжительные были. То есть человеку, обычному, скажем так, сложно представить, что такое 2 миллиарда лет и чем это отличается от 2 миллионов лет. Для нас это примерно какие-то несопоставимые большие величины. На самом деле, если рассматривать всю историю жизни на Земле, то большую часть времени жизнь находилась в самых примитивных формах в виде одноклеточных организмов. И этот период продолжался более 2-3 миллиардов лет. Хорошо, что мы пропустили это самое интересное. Но все же хочется узнать, а можно ли как-то разобраться в том, что было намного раньше? Можем ли мы заглянуть в очень далекое прошлое? И у геологов нет никаких свидетельств этого, потому что эти организмы практически не оставляли никаких следов после себя. Даже само время возникновения жизни вызывает достаточно такие, не то чтобы споры, но постепенно, чем дальше изучают геологи горные породы, тем находят все более и более древние следы жизни. И на самом деле, даже в самых древних породах, которые сейчас на Земле есть, там содержатся остатки живых организмов. То есть у ученых нет свидетельства, что жизни на Земле когда-то не было. Все материальные свидетельства, они говорят о том, что жизнь была. И наиболее древние находки оцениваются возрастом порядка 3,7-3,8 миллиарда лет. А горные породы, которые существовали до этого, они не сохранились, потому что был период в истории Земли, как раз порядка 3,8 миллиарда лет назад и ранее, который называется Большая космическая бомбардировка, когда на Землю падали метеориты и кометы, и это все привело к расплавлению горных пород поверхности Земли. И вся земная кора практически была расплавлена, и никаких, естественно, следов после затвердевания этих пород до нас не дошло. Вот. Это, наверное, можно сказать, один из первых таких примеров крупных катастроф, которые на Земле существовали. И мы имеем сейчас свидетельство о существовании жизни только после этого события. То, что было до этого события, мы не можем увидеть никак. Итак, инструкция. Создаем собственный мир. Первое. Устроить большой взрыв. Второе. Смешать образовавшийся газ и космическую пыль. Третье. Подождать, пока образуются океаны. Возможное образование спутника, получившейся в вами планеты. Затем. Подождите, пока появятся примитивные организмы, которые затем эволюционируют от простых до сложных форм и до человека. Пятое. Поздравляем. У вас получилось. Теперь можете развлекаться. Следите за людьми. Они смешные и глупые. Меня в этой инструкции заинтересовали пункты 3 и 4. Сколько времени ждать. И вообще, как быстро это все происходит. Все события, которые происходили, они так или иначе с катастрофическими какими-то явлениями были связаны. Затем жизнь достаточно долго, как я уже сказал, развивалась. И особых изменений не было. У геологов даже есть такое понятие «скучный миллиард». Миллиард лет, в течение которого вроде бы ничего не происходило. Но, тем не менее, на Земле менялся климат. Были потепления, похолодания. Были крупные оледенения. Например, Гуронское оледенение, которое охватило почти весь земной шар. Порядка 700 миллионов лет назад была даже такая концепция, которая нынче популярна. Это «Земля-снежок» называется она, «Snowball Earth». Когда вроде бы вся земля была покрыта сплошным покровом льда. И жизнь могла сохраниться только под этим, подо льдом. Катастрофа это, наверное, катастрофа, да. Это же сколько лет миллионы, миллиарды. Вот миллиард лет ничего не происходило. А потом что? А какие события? Мы с вами находимся на улице, на которой только что ничего не произошло. Сейчас мы спросим очевидцев этих событий. Скажите, что произошло? Ничего. Наиболее значимое событие в эволюции биосферы произошло более 2 миллиардов лет назад. 2,5 миллиарда лет назад называются цифры. Когда появились первые фотосинтезирующие организмы, которые смогли усваивать энергию Солнца за счет кислородного фотосинтеза и в качестве побочного продукта выделять кислород в окружающую среду. А так как окружающая среда имела восстановительный характер, это были те газы, которые я уже перечислял. Метан в атмосфере был, сероводород, аммиак. В морях были сульфид железа и другие соединения железа. В море красного цвета даже, говорят, было в этот период. И когда живые организмы стали выделять этот кислород, это синий-зеленые водоросли, полиционобактерии, то это вызвало во всей глобальной экосистеме химические реакции, связанные с окислением всех этих веществ. И, соответственно, метан окислялся до воды углекислого газа, сероводород до диоксида серой воды, аммиак до оксидов азота и воды. Все железо, растворенное в воде, окислилось до оксидов железа нерастворимых. Это буквально ржавчина. И по всей поверхности Земли, в отложениях горных того периода, есть прослойка вот этой вот ржавчины. То есть этот процесс происходил в глобальном масштабе. И, конечно, те живые организмы, которые существовали до этого события, это событие получило название «большое кислородное событие» или «кислородная катастрофа», которая привела полностью к перестройке всего химического состава и атмосферы, и вод морских, и поверхностных. И все организмы, которые существовали до этого события, они не были приспособлены к содержанию какого-то кислорода в окружающей среде. Кислорода для них был яд. И большая часть этих организмов, анаэробных, которые были без кислородной среды, жили, они просто погибли от кислородного отравления. И остались живы только те организмы, которые смогли приспособиться к содержанию кислорода. И вот мы с вами одни из потомков таких организмов. У меня в руках одно из свидетельств первых живых организмов, которые на Земле появились, это ископаемые остатки строматолит. Строматолит – это окаменевшие бактериальные маты, то есть это колонии одноклеточных организмов и сине-зеленых водорослей, и бактерий, которые столетия или тысячелетия здесь друг на друга нарастали. Вот так вот. И самые древние свидетельства о существовании жизни, они как раз представлены строматолитами из Австралии, из Гренландии. Это более молодой образец, скажем так, потому что самые древние строматолиты датируются тремя миллиардами лет и больше. Этот молодой этому один миллиард лет. Он был собран на Южном Урале, и коллеги из Екатеринбурга мне такой удивительный подарок сделали. Это одна из самых крутых и ценных штук, которые я в руках когда-нибудь держал. Строматолит. Вечно Голливуду не везет. То один метеорит упадет где-то в Мексике, то второй метеорит упадет в Челябинске. А примерно 250 миллионов лет назад, так вообще в Сибири произойдет из ключевых событий в истории развития Земли и жизни на ней. Если рассматривать вообще вымирания как катастрофы, то глобальные вымирания на всей Земле, они были постоянно, но ученые насчитывают, традиционно выделяют 5 или 7 крупнейших вымираний, которые за последние 500 миллионов лет произошли. Ну и более мелких, там порядка 20. И каждое это вымирание, оно разделяет различные геологические периоды. Самое, наверное, первое из этой пятерки это Ордовикское вымирание. Оно было порядка 450 миллионов лет назад. Для многих этих событий мы не знаем, какие причины послужили этому вымиранию, потому что, как я уже сказал, чем более древние события, тем меньше у нас свидетельств осталось. Затем, порядка 370 миллионов лет назад было Силурийское вымирание. Порядка 250 миллионов лет назад самое крупное в истории вообще Земли вымирание пермское, когда погибло порядка 90% всех живых организмов морских. И причины этому более-менее понятны. Это вулканические явления, так называемый траповый магматизм, когда на поверхность земной коры выходит не магма, или точнее уже лава изливается, когда на поверхность земли, не из одного жерла, одного вулкана, а на огромной площади из многих источников. И место такого излияния лавы находится в Сибири. Ну, плато, да, такие. Они, конечно, уже большей частью разрушены эрозией сейчас, но следы их находят достаточно отчетливо. И вот вместе с этой лавой, с внутренним веществом, которое из мантии попало на поверхность, в атмосферу было выброшено огромное количество различных газов. Это и оксиды углерода, и оксиды серы. И тут сразу несколько эффектов одновременно начало действовать. Это и парниковый эффект, и изменение климата стало теплее. Это и закисление океанов, потому что эти газы, растворяясь в воде, превращались в кислоты, и, по сути, океан стал раствором кислот, что живые организмы тоже не смогли пережить многие. И плюс ко всему, возник дефицит кислорода в морской воде, а организмы-то уже были приспособлены к кислороду, и, опять же, вымерли аэробные организмы, которым нужен был кислород, а анаэробные, которым кислород не нужен, они смогли выжить, пережить эту катастрофу. Кстати, помните, были такие ребята-динозавры? Да, они вымерли давно, но их наследие продолжает жить в современных птицах, которые считаются потомками тех самых динозавров. О них у нас, кстати, есть отдельный выпуск, посмотрите. Но как именно они исчезли, эти динозавры? Это произошло порядка 65 миллионов лет назад, и его связывают с столкновением с крупным метеоритом, который упал в области Мексиканского залива, на полуострове Юкатан. Этот метеорит поднял в воздух, опять же, большое количество пыли, что вызвало что-то похожее на ядерную зиму, которую, так сказать, прогнозируют в результате применения ядерного оружия в глобальном масштабе. То есть уменьшилось количество света, поступающего на поверхность, уменьшилось количество тепла. И эти изменения были достаточно резкими, и динозавры, крупные динозавры, не смогли пережить такие изменения. По правилам действуют сразу много факторов. И климатические, и отсутствие пищи, и неблагоприятные условия среды в целом, они приводят к таким вымираниям. А что мы все о прошлом? Давайте поговорим о настоящем. Ученые даже пытались находить какую-то закономерность, через какой период происходят эти вымирания. И разные закономерности находили. И считают, что мы сейчас живем как раз в такой период, когда должно быть глобальное вымирание видов, новая экологическая катастрофа. И, по сути, оно происходит. Но на этот раз оно происходит не под воздействием развития жизни или вулканизма, или каких-то падений космических тел, а происходит из-за воздействия человека. Скорость исчезновения видов сейчас примерно в 100 раз, на два порядка выше, чем в то время, когда вымирания не происходили. То есть мы сейчас прямо находимся вот в самом таком пике исчезновения видов. По геологическим меркам это, конечно, происходит практически мгновенно. Условно считают, там, 1500 год, начало вот такого серьезного воздействия человека на окружающую среду. или там, если брать начало научно-технической революции, там где-то 1750 год, ну, то есть это там 16-й, 18-й век, вот начало этого кризиса. И сейчас, конечно, люди озаботились тем, чтобы как-то его приостановить, смягчить. И порядка 25% видов, которые на Земле сейчас существуют, известных ученым, они находятся под угрозой исчезновения. То есть это четверть всей биоты Земли находится под угрозой исчезновения. И чтобы как-то этот процесс замедлить или остановить, международным сообществом принимаются различные действия, есть соглашения, есть конвенция о сохранении биологического разнообразия, которая была в 1992 году в Рио-де-Жанейро принята. И на основании этой конвенции подписали почти все страны мира. В каждой стране идет работа по созданию, во-первых, законодательной базы по охране природы и биологическую разнообразие. Кроме того, в глобальном масштабе работа по уменьшению воздействия человека на окружающую среду, это и загрязнения, выбросы в атмосферу, поверхностные воды. Другая глобальная проблема, о которой сейчас все чаще и чаще говорят, это изменение климата. Здесь даже опасность не в том, что для человека, не в том, что наступит какое-то вымирание, как показывает история развития биосферы, жизнь при этом на Земле не прерывалась, то есть разнообразие уменьшалось, но потом оно как бы заново восстанавливалось, начинало эволюционировать. Но вот в результате нынешнего кризиса, который сейчас идет, превратится ли он в катастрофу и выживет ли вообще человек, будет ли человек среди тех видов, которые смогут пережить эту катастрофу? Скорее всего, нет, потому что человек не настолько сильно может адаптироваться к изменениям окружающей среды, как какие-нибудь бактерии, которые могут экстремальные условия переживать. Мы слишком зависим от биосферы, от ее состояния, чтобы как-то жить в других условиях, колонизировать Марс или переждать где-то еще в другом месте. У нас нет такой возможности, поэтому это вопрос выживания человечества. Сохранимся мы как биологический вид в этой биосфере или биосфера будет дальше развиваться уже без нас? Возможно, с формированием новых разумных существ на основе каких-нибудь муравьев, или еще кто достигнет такого уровня развития через миллион лет. Поэтому это такой вопрос очень важный, актуальный. И история кризисов, она необходима для понимания, какие последствия могут наступить, и выяснение причин этих кризисов и как с ними бороться, соответственно, можно. О климате у нас тоже есть выпуск. Ссылка тут. Там мы глубже погружаемся в эту тему с нашим экспертом. Но помимо стремительного исчезновения видов и климатических изменений, человечество столкнулось с еще одной проблемой. Это инвазивные виды. Проблема вообще инвазионных видов, она, опять же, сейчас наряду с климатическими изменениями, одна из самых обсуждаемых касаемо сохранения биологического разнообразия. Если больше внимания уделялось раньше исчезающим видам, составляли так называемые красные книги, вот их надо охранять, то сейчас все больше и больше внимания уделяется не исчезающим видам, а, напротив, тем видам, которые появляются и начинают неконтролируемо распространяться. Потому что некоторые из них, они настолько ведут себя агрессивно, что полностью вытесняют всю местную флору и фауну. Они полностью трансформируют экосистемы и в одной из классификаций этих инвазионных видов их так и называют виды-трансформеры. И они являются одной из причин уменьшения видового разнообразия, исчезновения тех же исчезающих видов, которые не могут с ними конкурировать, и полностью разрушению экосистем. Если обратить внимание на скорость, с которой все меняется, то получается, что мы, люди, лишь ускоряем все. Реальность, в которой идет развитие биосферы. Человек ускоряет миграционную способность видов, и там, где они раньше жили в каких-то своих локальных условиях, эволюционировали. Они сейчас могут с помощью человека распространяться на очень большие расстояния и попадать туда, куда бы они в ходе эволюции, естественно, никогда бы не попали. И вот это вот вмешательство человека в транспорт, человек не только сам заселил биосферу, но он еще и все организмы, которые в биосфере живут, тоже перемещает туда-сюда. Вот эта вот способность к перемещению, она резко увеличивает скорость изменения биологических систем. И эта скорость настолько высокая, что человек сам не успевает к ней приспособиться. А путей борьбы с этим практически нет никаких. Но есть карантинные службы, официальные, например, которые проверяют, чтобы к нам каких-нибудь вредителей не завезли, но все они проверить просто не в состоянии. То есть там к шине грузовика прилепится одно семечко, оно проедет, какое-то расстояние прорастет, и все, его ни одна карантинная служба не поймает. История экологических кризисов и катастроф показывает, что планеты-то адаптируются, а вот человек — не факт. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что посмотрели его. Ссылка на наши социальные сети опять-таки где-то здесь, что делать вы знаете. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok